Здравствуйте, мои неугомонные любители пошаговых стратегий! Вы слышите Лёшу Халецкого. И в ближайшие несколько минут я хочу с вами поговорить о том, что не так с шестой цивилизацией. Так как это своего рода подкаст, потому что показывать тут нечего, тут надо именно что обсуждать и говорить, то видео рядом вам будет начало моей игры за викингов на последнем уровне сложности на случайной карте. В общем-то, вы настройки карты видите, так что наблюдать вам будет тоже зачем. Ну а идею этого видео мне подсказали ваши комментарии. Я буду выступать своего рода адвокатом дьявола, в которых вы всячески критикуете вышедшую игру, шестую цивилизацию. И в связи с этим, в общем-то, я хочу подвести некий итог вот этих первых двух месяцев, потому что уже сейчас понятно, что из себя Sid Meier's Civilization VI представляет, что получилось, что нет, и, в общем-то, примерно представить вектор дальнейшего развития. Ну, во-первых, начну с успокоения тех, кому шестая цивилизация не понравилась. Это нормально. Все игры не могут нравиться всем. Есть люди, которым не нравятся пошаговые стратегии. Я сам в шоке, но реально такие люди есть, и они среди нас. Ну и вообще здорово, в общем-то, жить в разнообразном обществе. Ну, я сейчас говорю банальные вещи, но просто, судя по реакции некоторых комментаторов, они этого не понимают, и им вот эту истину надо проговаривать по несколько раз. Но проблемы у шестой цивилизации действительно есть. И эти проблемы совершенно закономерно отталкивают от игры многих поклонников, и пошаговых стратегий, и вообще цивы в частности. И вот с течением времени я не отказываюсь от своих слов, что шестая цива – хорошая игра, по моему мнению. Я вас отправляю к моему обзору. Посмотрите обзор, то есть я там все подробно рассказываю об игре, и считаю, что цива хороша. А все дело только в том, что нам выкинули недоделанный продукт. Я бы даже сказал концепт итогового продукта. И его доделывают, исходя из наших реакций на него. Немного статистики. Когда шестая цива вышла, в первые выходные в нее на пике одновременно играло 162 тысячи человек. Сейчас же, в последние выходные, вот перед записью этого видео, только 44 тысячи. При этом количество играющих в прошлую версию, в пятую цивилизацию, уже превысило число играющих в шестую. Многие решили, что это повод для того, чтобы посчитать, что шестая не удалась, все это провал, в нее никто не играет. Нет, провалом был все-таки Beyond Earth, когда вначале в него играло 90 тысяч, и через пару недель 3 тысячи. Вот это было действительно. Там у игры было много проблем, и в нее было просто скучно играть. Ее допилили выходом дополнения Rising Tide, тогда Beyond Earth стал действительно интересной игрой, но доверие игроков было подорвано, и в итоге так в него мало кто и играет. Снижение же со 160 тысяч до 44 тысяч – это не провал. Это, знаете, вот как снижение любопытствующих потом до обычного уровня игроков. Более того, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев постепенно будет продолжаться вот это снижение, а потом пойдет вверх, просто потому, что игру будут именно что доделывать, она будет становиться все лучше и лучше и лучше. В данный момент это тупо ранний доступ, просто все другие разработчики честно об этом признаются. То есть Amplitude Studios выпускает Endless Space 2, называет это ранним доступом, и это действительно является ранним доступом. Причем этот ранний доступ на минуточку лучше выглядит, чем типа финальная версия шестой цивилизации. А Фераксис почивает на лаврах создателя той самой цивы и, ну, совершенно резонно снимает с нас сливки. Они прекратят это сделать только тогда, когда хоть один из их продуктов действительно провалится. Извините, сейчас шестая цива уже продалась полуторамиллионным тиражом. То есть на самых высоких ценах, без всяких распродаж, всего за два месяца. Это очень неплохие цифры, очень неплохие цифры. Так что, как вы понимаете, и следующий продукт, Фераксис, будет выходить вот таким же недоделанным. Я где-то видел карикатуру такую, типа, мол, как выпускаются современные игры. Сначала, типа, релиз, там такая половина буханки хлеба, потом DLC, это такие еще несколько дополнительных кусочков хлеба, а потом там Gold Edition или Game of the Year Edition, да, и тогда вот уже полная буханка. Собственно, если вы хотите поиграть в полную шестую циву, то дождитесь какого-нибудь вот этого Full Edition или там Full Deluxe Edition, что-нибудь такого. Как пятая цива стала полной после выхода Brave New World, а это дополнение вышло через два года после релиза, или даже через три, позже я уже запутался в этих датах. Так и шестая цива, в принципе, сейчас является полуфабрикатом. Но вот здесь, как мне кажется, для Фераксис кроются большие проблемы. И мой оптимистичный прогноз может не сбыться по одной простой причине. Когда вышла пятая цива, да, она была сырой, недоделанной и прочее, но она была кардинально другой, в отличие от четвертой. То есть там появились гексы, там появились юниты на один тайл, там появились совершенно другие социальные политики, совершенно по-другому шло развитие, то есть абсолютно другая игра. Она объединена была только под названием Sid Mears Civilization и то, что там про нации на земле. Так игра выглядела совершенно другой по сравнению с четверкой. Там могли быть споры, да, четверка лучше, пятерка лучше, можно было спорить до бесконечности. Но игра была совершенно другой, и вот эта ее сырость компенсировалась тем, что было в ней интересно разбираться. Здесь же шестая цива не просто сырая, она очень сильно похожа на пятую, очень сильно. И у многих игроков возникает резонный вопрос, а в принципе зачем мне переходить в шестерку, заниматься вот этим бета-тестингом, собственно, играть в сырой продукт, когда у меня есть полностью готовый, уже опробованный многими игроками, нравящийся мне цива 5. И здесь в некотором смысле Фераксис подложила свою нью комьюнити. Я вот просто смотрю на статистику, максимально до выхода шестой цивы, ну, в ближайшие недели до выхода, ну, по выходным, можно сказать, пик игры в пятую циву был 72 тысячи человек. Сейчас, вот максимум после выхода был всего лишь 47 тысяч. То есть Фераксис взяла и разделила комьюнити. Теперь половина игроков играет в пятую, половина в шестую. В некотором смысле это объяснимо, потому что, ну, я по себе сужил, опять же, поиграв в шестую, очень не хочется возвращаться в пятую, потому что, несмотря на всю свою сырость, недоделанность, в шестой больше механик, больше интересного. С другой стороны, в шестую ломает играть именно из-за того, что она такая... такой полуфабрикат. А в пятую возвращаешься, и у тебя уже начинаются вопросы, почему так юниты дебильно ходят, не так правильно, как в шестой, почему города такие маленькие, и так далее, и так далее. С другой стороны, визуально, ну, я не знаю, многие люди пишут, что шестерка как-то липовато выглядит, вот это вообще не про меня, потому что мне пофигу, как выглядят стратегические игры, главное, чтобы в них было интересно играть. Ну, блин, Endless Legend вообще отвратительно, откровенно выглядит, но классный сам по себе сеттинг, классная стратегическая система, и в нее играть интересно. Поэтому я не могу с вами все-таки спорить. Ну, ладно, вы считаете, что шестерка выглядит отвратительно. Пусть будет так, фиг с ним. Я просто считаю, что на самом деле шестерка и пятерка визуально примерно одинаковы. То есть в шестерке просто текстуры более хорошего качества, возможно, они там новый движок сделали, фиг с ним, они нам так говорят. Пускай. Но откровенно, они очень похожи. И возникает вопрос, почему эта игра не идет на тех же системах, как и пятерка? Я знаю, что очень много игроков, которые в пятерку хорошо играли, сильные игроки не переходят в следующую часть просто потому, что у них компьютеры не тянут. И им нет смысла их апгрейдить, потому что, опять же, шестая часть сырая. И мало того, что сырая, она очень похожа на пятую. Если бы она была сырая только в плане баланса. Это вообще пошаговые стратегии на начальных этапах простительно. Баланс допиливается, не проблема. Но Фераксис всунула в игру кучу ошибок, которые были и в пятерке, которые они их исправляли. И вообще, знаете, складывается такое ощущение, что это было сделано намеренно. Знаете почему? По причине маркетинга. Это, знаете, такая теория конспирологии, конспирологическая теория, как там всемирное правительство, прочее. Но вполне, вполне в нынешней ситуации, в нынешних условиях, когда надо заработать кучу бабла, эта теория может оказаться правдой. Опять же, жду ваших комментариев. Смотрите, в игре оставлены многие ошибки, которые были и в пятой части. То есть, отсутствие очереди строительства, отсутствие пинга в сетевой игре, непрорисовка каких-то юнитов, неправильно работающие механики. Прямо по списку ошибок пятой части. Для чего это сделано? Именно для выпуска патчей и для поддержания интереса к игре. Так как Фераксис не может это назвать ранним доступом. Мы же Фераксис, у нас издатель 2K. Мы ранний доступ не делаем в играх. Мы сразу выпускаем релиз. То до того момента, когда игра станет нормальной, им надо постоянно поддерживать интерес игроков к их продукту. То есть, многие из нас купили игру там заранее или в момент выхода игры. Посмотрели, что она кривая. Но есть ощущение, что в игре имеется искорка. Ну, действительно, я считаю, что шестая цива хорошая игра. В ней многое есть. В нее хочется играть. Но просто вот ломает из-за этих всяких проблем дурацких. И каждым патчем они вот постоянно подогревают интерес. Ага, надо зайти посмотреть, что там еще в игре. Надо зайти посмотреть в этот раз, что там они еще добавили. Может, стало лучше играть. И постепенно вот таким макаром они будут там на протяжении полугода поддерживать интерес. Постоянно будут люди какие-то новые покупать игру. И вот вам и профит. Потом какие-нибудь DLC еще выйдут, а они точно будут выходить. Ну, я же вам сказал про полную буханку. Надо буханку сделать полной. 2GIS — это не просто карта или справочник. В этом приложении множество полезных фильтров. Например, можно не только увидеть все новостройки на карте, но и отфильтровать строение по стоимости квадратного метра, году постройки, материалу и прочему. Так что заходите на 2GIS.ru и пробуйте. Меня, кстати, спрашивают, а что тут еще можно выпустить в качестве DLC? Да многое можно. Вот нам, наверное, обещали, что останутся все механики из пятой цивы. Да, игра типа будет полной. В принципе, в некотором роде так и есть. Ну да, убрали мировой конгресс, предположим. Я уверен, что его, кстати, убрали не просто потому, чтобы его добавить потом в DLC, а просто ребята не успевали конкретно баланс на нем как-то отработать. То есть прям, ну, откровенно было бы вообще косяк. Возможно, вообще нерабочая такая механика была. Они будут просто дополнять то, что уже есть в игре. Так, например, туризм, напомню, в пятерке давал всякие бонусы. Не просто вы там давили туризмом, но и нация, которая под вашим туризмом прогибалась, там начали, начинали давать торговые пути к ней больше, всяких денег. Города их захватывались проще и так далее и тому подобное. В шестерке этого нет. То есть вы просто давите туризмом. То есть туризм ради туризма, ради туристической победы. А типа бонусов этого никакого не идет. Например, можно туризм расширить тот же самый, да? Можно добавить дипломатию из Beyond Earth. То есть дипломатия в шестой части такая же упыторжная, как и в пятой. Абсолютно просто один в один и ничего нового, никаких новых идей нет. Ага, значит, выпускаем аддон с дипломатией. Потому что в Beyond Earth, напомню, дипломатия стала нормальной тоже после выхода аддона Rising Tide. И там много вариантов. Я уже молчу о том, что просто аддон для всех наций с лидером противоположного пола, как минимум. То есть просто таким вот куском выпустить и Екатерину Вторую, и что у нас там, если Польша едвигает, да, то там Казимира Третьего вот таким макаром. И просто дополнить имеющиеся механики, которые есть сейчас. То есть, казалось бы, действительно ничего не вырезано, но начинаешь разбираться в игре, сами механики внутри, внутри себя обрезаны. Ещё очень важный момент. Фераксис по какой-то причине тупо не объясняет игрокам, как шестая цива работает. В принципе, меня это, конечно, должно радовать, как создателя гайдов. Но поверьте, я всегда найду о чём рассказать. Там всегда в игре есть что-то интересное. Тут прям элементарные вещи не объясняются. И поэтому во многом некоторых игроков это отталкивает. То есть что-то в игре происходит, цивилопедия отделывается от нас общими фразами. И человек, ну, забивает, он пытается разобраться в игре, конечно. Ну, по-хорошему, наверное, он должен идти на гугл, там, искать. Но зачем? Зачем вот игроку этим заниматься? Он хочет расслабиться после работы, да, получить удовольствие от игры. Он ходит юнитами, в игре что-то происходит, и у него возникает вопрос, какого фига? Почему это действие на экране вызывает вот такое противодействие? Он идёт в цивилопедию, вбивает поиск, ему там что-то открывается, и ничего не объясняют. Конечно, играть не хочется дальше. Тем не менее, аудитория игроков растёт, то есть именно те, которые постоянно играют. Я вот могу сказать, что полтора миллиона продано копий, а аудитория людей, которые, ну, типа, я так понимаю, ежедневно запускают игры, ну, или в каком-то промежутке постоянно игру запускают, в районе 600 тысяч. То есть 40% продолжают постоянно в эту игру играть, и это очень неплохой результат. То есть цива продолжает оставаться той игрой, которая не на одно прохождение, а запустил, прошёл, хочется ещё, запустил, прошёл, хочется ещё. Несмотря на все проблемы, которые сейчас есть. Вы меня спросите, какова аудитория пятой цивы на сравнение? Чуть меньше 800 тысяч. Да, она больше, но до выхода шестой цивы она была больше миллиона. Вот представьте, насколько крута пятая цива. Аудитория, ну, я сейчас уточнил, аудитория это те, кто запускают игру хотя бы раз в две недели. Вот, и постоянно хотя бы раз в две недели выпускают, запускают. Так вот, больше миллиона в пятую циву игроков постоянно её запускало. Конечно, до этих цифр шестой циви пока далековато, но не так уж и далеко. 600 тысяч и миллион недалеко. Но опять же повторю, вот вам и разделение аудитории. То есть отток как минимум 200 тысяч постоянных запускателей пятёрки ушло в шестёрку. Я думаю, ей там будут телепаться постоянно. То есть пока шестую цивилизацию не доведут до ума, очень многие будут оставаться в пятой. То есть им нету смысла покупать новые компьютеры, например, у тех, у кого не идёт шестёрка. Ну, просто не настолько она отличается от предыдущей версии, что ради неё стоит обновлять систему, вот честно. Много сообществ в пятёрке, там люди моды делают в ней, играют. Так что будут и там, и там играть. Конечно, это такое разделение, мне кажется, не очень правильным. Игра очень похож... игры очень похожи между собой. Очень похожи. И переход из пятёрки в шестёрку совершенно не вызывает никакого отторжения. И это, по-моему, плохо. Вот всегда до этого были третья, четвёртая, пятая части. Они очень сильно между собой различались. И четвёртая цивилизация — это совершенно другой опыт, совершенно другие возможности и удовольствие, чем, например, та же пятёрка. Я не берусь говорить, какая из них лучше или хуже. По-моему, это обе отличные игры. И это классно. Я не знаю, зачем сравнивать и выбирать вот это лучше, вот это хуже. Ну, какая-то вам больше нравится, какая-то меньше. Мне просто всегда новые игры нравятся больше, если в них есть идея. Шестёрка же, я продолжаю свою мысль из обзора игры. Это дополнение к пятой. Это дополнение к пятой циве. Здесь нету новых идей, чтобы считаться прям новой игрой. Да, новый движок. Но он настолько похож на старый. Даже с теми же проблемами. Блин, в сетевой игре, когда идёт загрузка сейва, и то иногда меняются лидеры, как было в пятёрке. То есть, ну, это такой визуальный баг. Иногда меняются уровень сложности. Это всё тоже было в пятёрке. Такие вот мелочи, понимаете, вы, возможно, их и не замечаете, а я, как постоянно этим занимаюсь, это видно. Нам говорят, новый движок. Насколько он новый, у меня вот, честно, есть сомнения. Такие, типа, новые, но мы, видимо, переработали просто очень сильно старый. Мы ж не знаем на самом-то деле, как оно есть. С другой стороны, в игре не так уж много, как бы, таких проблем. Вот глобально, лично для меня, в игре есть две важных проблемы. Они, в общем-то, в основном для мультиплеера, но, мне кажется, из мультиплеера, если человек хорошо играет в мультиплеере, то он компьютера будет побеждать вообще на раз. Ну, понятно, тупой искусственный интеллект, это фиг с ним. По идее, его должны научить. Да, пускай вот на данный момент искусственному индиоту просто не объяснили все механики в игре. То есть, он реально тупой. То есть, он многое не делает. Он, там, двигает юниты по-дебильному. Просто непонятно, как они работают. Это ладно, это ещё можно править патчами. Есть две важных проблемы, которые действительно не дают играть. С искусственным интеллектом ещё можно играть. Во-первых, очень длинный таймер. Для сетевой игры это важная вещь. Они ввели скорость сетевая, вот онлайн-скорость есть. Типа, там ещё быстрее всё строится, там ходы быстрее проходят. Зашибись. Это правильное нововведение. Но при этом они настолько увеличили таймер, там к концу игры таймер 8 минут идёт просто. Там в середине игры на 60-м ходу 3 минуты. В пятёрке я многое не успевал сделать. Несмотря на то, что я в игре разбираюсь, но там был динамичный таймер, который тебе бросал вызов. Он не как блиц в шахматах. Если ты понимаешь игру, ты не должен задумываться, должен быстро всё делать. Соображать, я считаю, это намного более правильно для сетевых игр. Ты разбираешься в соло, потом идёшь в сетевую игру и применяешь свои знания. Здесь же таймер настолько длинный, что мы вот последнюю игру просто... Даже мы поставили мод на таймер, и всё равно он длинный. То есть я даже рекомендую сейчас вот людям в сетевых играх просто ставить таймер 3 минуты. Такой вот строго заданный. Это будет намного более динамичная игра и очень-очень неплохо идёт. Надо уменьшать таймер в игре и менять дерево технологий. Если первое ещё, ладно, к компьютеру не относится, то вот второе и при игре с компьютером тоже очень важно. Потому что здесь сейчас сделано настолько отличное дерево технологий при игре в развитии, при игре через войну, что нету вариантов. Ты просто должен идти через развитие. Как вот было в пятёрке, например, давайте вспомним. Если человек хотел победить развитием, он пытался пойти в университеты, и если его сосед каким-то образом об этом догадывался, что человек идёт в университеты, то раж арбалетами, в те приходили арбалеты, там, рыцари или длинномечники, и тебя захватывали. Потому что у тебя нет войск отбиться от этого. Если ты шёл потом в школы, то приходила артиллерия, и тебя захватывало. В шестёрке подобного нету. Ты просто должен сразу идти в библиотеки, потом идти в университеты, потом в научные лаборатории, где там ещё по пути есть кое-какие юниты. А лучше того, если ты пошёл в лабораторию, ты успеешь потом добежать до сильных юнитов и отбиться от человека, который просто идёт в военные техи. То есть вот такая простая система из пятёрки, всего лишь, ну, как бы два пути развития, но она очень хорошо балансировала игру. В шестёрке просто убрана. Ты тупо должен идти в развитие, иначе ты проиграешь. Ты тупо не должен воевать, иначе ты проиграешь. Если ты воюешь с кем-то, вы вдвоём очень сильно отстаёте, и человек там уходит вперёд. Для этого просто надо поменять связи в научном дереве технологий. И кое-какие, кстати, юниты ещё перекинуть в культурное дерево технологий, потому что в культуре практически нету юнитов. И вот именно это на данный момент сдерживает сетевую игру. Вот это две важные проблемы. Сделать так, чтобы движение твоё по развитию, во-первых, тебе надо было бы какие-нибудь технологии, ещё больше технологий открыть. Во-вторых, вообще технологии, наверное, сделать дороже, чтобы не так быстро человек продвигался по научным технологиям. Ну и в-третьих, чтобы у него не было защиты от того, кто решит на него напасть. То есть должно быть какое-то сбалансированное развитие. И вот это сырость игры. То есть много народа купило предварительный заказ, сделав, да? Теперь куча народа будет следить за патчами, периодически возвращаться к игре. Это новые инфоповоды. А выпуски новых наций, они вот так же будут их представлять, как они анонсировали нации перед выходом игры. Ну, можно даже посчитать. Когда игра вышла, считайте, было там сколько? 19 наций, там 20 лидеров. В пятой циве было 43 нации. Ну, вот еще 23 нации запихнуть в игру без проблем. А потом еще добавить 43 других лидера. Типа каждой твари по паре. Отличные инфоповоды. Маркетинг рулит игрой. В общем-то, хвост виляет собакой. Поэтому мы имеем такие игры, мы имеем вот такие DLC, мы имеем вот такой YouTube, когда надо выпускать летсплеи только в день выхода игры. И все очень грустно. Но чтобы не заканчивать на минорной ноте, естественно, я еще раз повторю свою мысль, что я считаю шестую циву классной игрой. Просто ее будут допиливать. И в принципе, если она вам сейчас не нравится, то возвращайтесь к нам через полгодика. К тому времени уже можно будет что-то обсуждать и реально что-то критиковать. А то эти черепахи из Фераксис раз в месяц будут патч выпускать. Тоже офигенный инфоповод. Вот другие-то дебилы-разработчики, ну я в кавычках говорю, естественно, чтобы никто не обиделся, быстро выпускают патчи, чтобы была классная игра. Не, здесь раз в месяц. Это отдельный повод для того, чтобы попиариться. Вы представьте, вот если бы Фераксис сразу выпустила пятую цивилизацию, такой, как она есть в конце своего жизненного цикла. Вот сразу была бы такая игра. Ее бы точно так же хвалили, как и в день релиза. Точно такие же были бы хвалебные отзывы. Но потом, в течение пяти лет им бы, или сколько, даже шести лет, им бы не на чем было деньги зарабатывать. Не было бы никаких DLC, не было бы никаких дополнений, там, новых наций. Это они просекли. И вот в таком виде они будут нас доить в шестой циве. Просто приготовьтесь, как-то расслабьтесь и получайте удовольствие. Это, конечно, для думающего человека грустно, обидно, местами даже противно. Но выбора у нас на данный момент нет. Фераксис просто тупо монополисты. Ничего подобного, никаких других игр рядом нет. Мы все надеемся на другие студии, но что-то им не дает взлететь. Будем надеяться дальше. Пока вот есть шестая цивилизация, и мы играем в то, что есть. Ну, а вы слышали Лешу Халецкого. Пользуйтесь Двагис. Там, слава богу, все сразу работает. Не, ну, возможно, когда они там начинали давным-давно. По-моему, это в середине 90-х Двагис открывалось. Там были какие-то проблемы, но сейчас все изменения в городах быстро вносятся. Так что используйте эти карты для того, чтобы найти что-то в городе, как работают всякие учреждения. Ну, а цива вот такая, какая есть. Пока мы будем это терпеть, так и будет. Играйте в умные игры. Спасибо, что досорели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досорели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Играйте в умные игры. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...